Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Практики созерцания. Великолепные практики. Созерцание это ключ ко многим и открытием своих способностей и пониманию этого мира. Научиться видеть его. Не просто смотреть, а видеть. Видеть энергию, расширить диапазон своего видения, чувствования. Пробудить себе какие-то, я не сказал, сверхспособности. Способности, которые находятся в спящем состоянии. Человек это, ну, в чем-то это не готовое существо. Это некая куколка. Ну, если сравнивать человека с насекомым, это куколка, из которой может проявиться бабочка. То есть, существо, которое не лежит и не ползает, как гусеница, а может летать. Да, вот это вот... Ну, тяжело, наверное, человека сравнивать с насекомым. Да, что такое инсектоидное. Но насекомые огромная часть этого мира. И в нас есть тоже, тоже гены. Гены и энергетика насекомых в том числе. Но созерцание, созерцание благостных вещей. Небо, звезд, облаков, живых вот деревьев. Ну, вот сейчас деревья спят. Зимний лес, это в чем-то, как бы... Ну, энергия чуть здесь больше, ну, не мертвого, а спящего. Такого глубоко спящего. Не живой, не бьет фонтан. А все находится в таком замершем состоянии. Ну, друзья мои, это видео, конечно, не для всех. Абсолютно не для всех. Созерцание благостных вещей. Классная практика, великолепная. Но станете ли вы мастером созерцания, созерцая только благостные вещи? Конечно же, нет. В мире есть две стороны. Созидание и разрушение. Да, вот этот вот аспект, который присутствует, ну, между ним целый диапазон вибраций созидания и разрушения. И созерцать только хорошие вещи, это для начинающих. Настоящий мастер созерцания должен научиться созерцать плохие, ужасные и даже отвратительные вещи. он должен понять. Так как наша душа, это кристалл нашей души, часть души создателей этого мира. И мы пришли сюда, чтобы получить опыт. Опыт не только хорошего, но и опыт плохого. То есть созерцать прекрасные вещи великолепно. Научиться созерцать, ну, как бы, дерьмо. Ну, это, друзья мои, только для сильных. Многие, конечно, сейчас скажут, да ты что, балдел что ли? Ну, сам иди там созерцай свое дерьмо. Ну, и будут правы. И будут правы, потому что только, как бы, настоящие практики могут приступить к этому. Но только после того, как они укрепят свой дух. Чтобы вот это вот, именно то, что вы созерцаете, не налипло на вас. Чтобы вы, вот эта грязь не испачкала вас. Имеется в виду, конечно, созерцание различных, да, вот различных существ. Вам надо научиться созерцать. Ну, может быть, не вживую, а сейчас техника дает возможности, ну, вы можете найти фотографии любых существ. Да, существ очень отвратительных, каких-нибудь, ну, от которых вас там отры берут. Хотя, чем они отвратительные людей, непонятно, да, там, пауков, каких-то змей, там, червей. Ну, вот, действительно, что-то такое уродливое. По нашим человеческим меркам, друзья мои. Потому что во Вселенной, ну, как бы, нет уродливого. Мы просто что-то не принимаем слишком. Это чужеродное для нас. Да, нам приятно смотреть на котиков, но на каких-то там опарышей шевелящихся. Нам, конечно, смотреть отвратительно. И вызывает и рвотный рефлекс. То есть, но вот это означает, что вот это неприятие, неприятие мира, неприятие Вселенной. Неприятие, как тех аспектов Вселенной, которые, если вы не принимаете, вы не полны. Потому что созидание и разрушение стоят рядом. И прекрасное блюдо, красивое, украшенное, когда оно проходит через человеческий организм, оно превращается в что-то такое некрасивое, дурно пахнущее. Да, но это процесс связанный. Если это блюдо не переварится и не выйдет, да, то вы можете умереть. То есть, все связано, друзья мои, в этом. И если вы отвергаете вот эту черную сторону, а если вы, то, ну, у вас не будет силы, вашей личной силы, вы не будете никогда созидателем. Созидатель должен уметь и разрушать. Все эти аспекты должны прийти. Созерцание позволяет, ну, как говорится, не вмешиваясь в этот процесс, осознать энергетику этого процесса. Поэтому во многих практиках, школах есть такие тайные вещи, как созерцание, ну, к примеру, разлагающихся трупов, созерцание мертвецов, созерцание, ну, действительно, вот какого-то, каких-то экскрементов, дерьма, ужасных сущностей, демонические какие-то, морды, лики, да, все это, ну, понимаете, что это для сильных, потому что слабого это может захлестнуть, эта энергетика может захлестнуть и ну, даже получить какое-то заболевание, поэтому, но если вы идете по пути знания, по пути созерцания, вы должны столкнуться с этим, обязательно понимать, что без этого вы не откроете свои способности, вы не откроете видение, но это просто не, невозможно, или вы будете однобоко видеть, вам будет казаться, что вы видите, но вы будете видеть, естественно, искаженную информацию, поэтому вносить в свои практики сначала мягкие способы, да, там созерцание, к примеру, увядших листьев или травы, какие-то созерцания, ну, камней-то это, это из другой оперы, камни легко созерцать, это просто немножко другая энергетика, но вот созерцание, увядание смерти, созерцание, наблюдение каких-то, ну, негативных моментов, да, динамические созерцания, то есть смотреть какие-то вещи, которые, ну, ужасающие и неприемлемые, есть, к примеру, если вы посмотрите какие-то видеокадры с, ну, боин, ну, где убивают живых существ, где вы, вот мы в нашем мире, вот как бы этого нету, но понимаете, сколько живых существ умирает, человек убивает миллиарды существ, чтобы прокормиться, вот все вот эти милые котлетки, пелемени, они делаются из живого мяса, а оно идет из страданий, из боли, существ, которых вы даже как бы не знаете, их нету в вашем мире, ваш мир, вот домики, девочки какие-нибудь, мальчики, все, шарики запускаем, да, ну, вот они едят наггетсы, когда бедных там этих кур, прямо это перемалывают, перемалывают чуть неживью, в этих блендерах каких-то, вместе с костями совсем, чтобы потом из них сделать вот такие, ох, курочка, да, друзья мои, ох, курочка, все это, вот, если вы эту сторону жизни, вы в нее вторгаетесь, вам становится плохо, и вы понимаете, почему нельзя, нельзя этого делать, почему надо менять что-то, останавливать, почему этот мир страданий, и для людей тоже, потому что невозможно счастье построить на чужой смерти и страданиях, и все люди, которые будут говорить, мы имеем право, мы, да, вы имеете право, да, вы жрете, вас жрут, чтобы выйти из этого колеса, вы должны перестать жрать других, выйти из пищевой цепочки, вы можете в ней крутиться, это ваше право, это ваш опыт, никто вас не заставляет, но сказать вам это, что пока вы жрете кого-то, не удивляйтесь, что вас сожрут, вот не удивляйтесь, и не думайте, что этого не происходит, это происходит, происходит и очень даже, очень даже много, и в конце концов, вы также оказываетесь на бойне, она может быть выглядит немножко по-другому, не так кровожадно, как те кадры, что мы можем посмотреть, но вот созерцание этого процесса, позволяет вам осознать, да, созерцание дерьма, позволяет осознать, почему, и что вы можете изменить, вы должны пробудить дух создателя, вот тогда вам начинают открываться способности, вселенная дает вам возможность, что-то начинать менять, пока она вам не нужна, она спит, да, вы не будете никогда, никаким там настоящим человеком, знания, колдуном, пока вы не познаете и жизнь, и смерть в том числе, и разложение в том числе, поэтому созерцание, вот оно такое, другая, обратная сторона созерцания, для сильных, ну, а для благостных людей, да, хорошо, да, это как бы спите, спите, да, доблестные воины, птица, сирин споет вам сладкие песни, и, видео действительно, друзья мои, не для всех, а для тех, кто может это осознать, если вы понимаете, и если вы хотите действительно, идти по этому пути, не делать вид, да, не играть в мистику и в эзотерику, а по-настоящему, видеть и осознавать этот мир, и ум, чтобы вселенная дала вам силу, дала возможность открыть, скорее всего, открыть в вас вот эти источники силы, подключиться к ним, для этого нужно созерцать и плохие вещи, не знаю, друзья мои, сумел ли я донести, вот пейзаж-то прекрасный, лучше, конечно, наверное, было действительно на практике, показать вам, что, что-то такое, отвратительное, да, и попробовать, но, еще раз, друзья мои, конечно, видео не для всех, а именно для тех, кто может победить, свою гордыню, свое отвращение, посозерцать свое отвращение, где оно у вас возникает, где вот эти резервуары, почему оно возникает, да, не разумом, не разумом, друзья мои, а душой, вот где, какие эмоции, когда вы созерцаете прекрасный лес, прекрасный цветок, да, даже свечку, да, у вас рождается спокойствие, когда вы созерцаете смерть, что у вас рождается, где, где это рождается, вы познаете себя таким, ну, во всяком случае, неприятным образом, но без этого у вас не будет тех ключей от тех дверей, и по часу, чтобы пройти в прекрасное место, нужно сначала разгрести весь тот ужас и грязь, которые закрывают эту дверь, а бывает наоборот, да, как бы цветущая дорога цветов, может вас привести, в ужасные места, да, не все так однозначно, все сплетено, соединено, разрушение и созидание, но вы, если вы хотите быть мастером этого, вам нужно познать все, как и создателю этого мира, который дает нам эту возможность, а пользуемся ли мы ей, пользуемся мы теми дарами, которые он дает нам, понимаем ли мы, не знаю, друзья мои, у каждого свой путь, тут, знаете, в, действительно, за компашку никогда не получится, приятно, конечно, но ключи у каждого свои, эти двери открываются только сильным, которые не боятся погрузиться в глубины, и подняться в самый верх, все, пока, счастливо,